Первая баптистская община была образована в 1609 году. 1609 год. 1609 год. Джоном Смитом. Поняв истину о крещении, он крестил сначала сам себя, так вот некому было даже крестить, а потом всех членов своей группы. Общину затем, через время, он умер, ушел к Господу, через время в общину возглавил Томас Хелвис. Томас Хелвис. Томас Хелвис. И в 1609 году они возвращаются в Англию, это группа людей, из Голландии в Англию. Где и получает свое основное распространение баптизм. В 1644 году в Англии было уже 47 баптистских общин. В 1644 году в Англии уже было 47 баптистских общин. После того, как многие из них, из проповедующих это учение, поехали в Америку, самое большое распространение в мире баптистская церковь получила в Америке. 47 общин было в 1644 году. Они преследовались англиканской церковью. И это было основной причиной, почему многие из них переезжали в Америку потом. Баптистами основан штат Рот-Айленд в Америке. Есть такой штат Рот-Айленд, он основан баптистами. Также в 17 веке появляется движение, которое называют квакерами. Они тоже существуют до сих пор. Небольшие общины, достаточно закрытые. Часть из них открыта, часть закрыта. Квакеры. Переводится как трясуны. Знаете, как были движения? Святые трясуны, святые прогуны. Это святые трясуны. Когда благодать на них сходила, их начинало трясти. По сути и пятидесятники и были. По сути это ранние пятидесятники. Основатель движения Джордж Фокс. Он был простым человеком, сапожником по ремеслу. Джордж Фокс. У него было видение Пятидесятницы. Он видел события Пятидесятницы, современные я имею в виду, в одном из своих видений. Он проповедовал это. Было такое, что квакеры не начинали служение, пока не сходила благодать определенная. На самом деле, к сожалению, мы не успеем затронуть этот момент. Но у меня есть такое, я в истории церкви даю, пятидесятники до Пятидесятницы в 20-м столетии. То есть до пробуждения на Азуза-стрит я прослеживаю исторически возникновение таких пятидесятнических, скажем, движений, ранее пятидесятнических движений на протяжении всей церкви, начиная с 1-го, 2-го века и так далее. Тех же монтанистов рассматриваем и идем дальше. И на самом деле, эти явления, они были известны всегда в церкви. Другое дело, что не всегда они носили такой как бы огромный размах и характер, как это произошло со времени распространения Пятидесятницы на Азуза-стрит. Это было целым пробуждением в квакерах. Было много приверженцев этого учения. Они берут такой апостольский образ жизни, полагают душу свою за свои убеждения. Из-за преследований многие из них тоже едут в Америку. И известным квакером основан штат Филадельфия. Слышали, да? Штат Филадельфия, современный. Переводится как братская любовь, да? Он основан одним из известных и богатых квакеров. Что отличает квакеров? Это пацифизм. Они даже королю Англии обратились со специальным письмом, что они не приемлют войну, не приемлют оружие. Если будет война, они будут помогать раненым, их семьям, там в социальной работе участвовать. Но оружие в руки никогда не возьмут. И они очень много занимались социальной работой. Очень много занимались социальной работой. Известно, что во времена голода они кормили население, помогали государству. И это событие известно как квакерское продовольствие. Также они вместе с пуританами в основном возглавляли борьбу за отмену рабства в Англии и США. Возглавляли борьбу за отмену рабства в Англии и США. Хорошо, если в это же примерно время мы посмотрим на восток, то увидим, что в 1654 году в 1654 году наметился раскол в русской православной церкви. В 1654 год наметился раскол в русской православной церкви. Произошел он из-за реформ патриарха Никона. Из-за реформ патриарха Никона, который принял новый служебник. И вводились некоторые нововведения. Патриарх Никон. Патриарх Никон ввел эти нововведения, обращая внимание, что на самом деле это не нововведения, а это именно старые, истинные, православные вещи, которые он восстанавливает, беря из Византии. В чем была разница? Разница касалась только обрядовой стороны в основном. Теперь нужно было креститься не двумя перстами, а тремя перстами. Изменилась форма одежды священника определенная. Слово Иисус, имя Иисус, стали писать не с одной И, Иисус, а с двумя И. И Иисус, как мы сегодня пишем. И крестный ход вокруг Хама не против солнца, по-моему, а по солнцу или наоборот. Тут я уже не помню деталей совершался. Вот и все. Все касалось только обрядовой стороны. Поднялся такой служитель церкви Аввакум, который противостал этому. Он и был идейным вдохновителем и основателем этого раскола. Их движение получило название «Раскол». Он ратовал за старые вещи. Они говорили, что крестясь три перстием, сатанинской дулей крестятся. Говорят, это дуля сатанинская. И так далее. Возникло движение старообрядцев или раскольников. Среди них было много толков, то есть движений. Были поповцы, были беспоповцы, те, которые беспопов обходились, поморцы там, еще куча-куча-куча разных. Они отличались друг от друга. И так далее. Некоторые из них проповедовали огненное крещение. Что это значит? Когда они преследовались официальной церковью, они предпочитали... Они бежали сначала в Сибирь часть, а часть бежала в Европу. В Румынии есть очень много поселений и на юге Молдовы, и юге Украины, я так понимаю, липовани, да? Старообрядцы. И те, что бежали в Сибирь, преследовались правительством, и они предпочитали... Собирались целыми общины в деревянные срубы, дома и поджигали себя, сжигали. Это они считали огненным крещением. И считали, что вместе с дымом и пламенем уходят прямо на небо к Господу. И были проповедники огненного крещения, которые ходили от общины к общине, и занимались тем, как бы проповедовали общине, и община после этого себя сжигала. Самое интересное, что сами проповедники с общиной не сгорали, шли дальше проповедовать это заблуждение. Хорошо. Пойдем дальше. И мы подходим... Напишите так. История пробуждений. История пробуждений. То, что мы изучали до сих пор, тоже история пробуждений, но сейчас мы изучаем историю пробуждений с 18 по наш уже, по сути, 20-21 век. История пробуждений. История пробуждений. История пробуждений. Ситуация следующая. Ситуация следующая. Протестантизм утвердился, укрепился в Европе. Во многих европейских странах лютеранство, кальвинизм, да, пресвятарианство стало официальной церковью. Стало государственной церковью. И как любая церковь, которая становится государственной, не избежала проблем. Служение церкви стало формальным. Те, кто были когда-то, скажем так, революционно настроены, обращались с пламенными проповедями, реформировали как богословие, так и внутреннее богослужение, превратились в мертвые формальные заведения. Церковь сейчас больше была похожа на какую-то общественную организацию, чем на Божью семью. Прихожане были, ну, абсолютно нерожденными свыше людьми, светскими, ведущими праздный образ жизни. На этом фоне среди протестантских общин, церквей началось пробуждение, которое мы называем, история называет пробуждением пиетизма. Напишите. Пробуждение пиетистов. Или пиетизма. Пи-е-тизм. Пи-е-тизм. Пробуждение пиетизма. Пиетизм переводится как благочестие. Пиетизм переводится как благочестие, и он является результатом или следствием реформации. Основателем пиетизма является человек по имени Филипп Яков Шпеннер. Благочестие. Основателем пиетизма является человек по имени один из видных его лидеров Филипп Яков Шпеннер. Он читает книгу «Истинное христианство». Был такой автор его Арнт. И там описываются вот эти вещи, и он попадает под влияние этой книги. Он так был верующим, но это касается его. А он сам был пастором в Франкфурте, в Германии. С этого момента он начинает проповедовать в церкви о фарисействе, о лицемерии, о том, что люди, называя себя христианами, живут абсолютно светской жизнью и не имеют никаких отношений с Богом. Не боясь обличать высшие слои общества, которые тогда модно было быть частью церкви, вообще положено быть частью церкви. Странно было, если человек не посещал воскресных богослужений. Но при этом жизнь оставляла желать лучшего. Конечно же, не боясь обличать даже высшие слои общества, хочешь, не хочешь, он опять, он не хотел делать разделений, но разделение начало назревать. Его обвиняли в том, что он хочет создать церковь в церкви, как отдельное государство. В конце концов, его просят удалиться из церкви, и со своими последователями они начинают встречаться по домам, типа домашних групп, да, это всегда было, во все время церкви, да, даже вот у вас штунды называют, протестантское движение, да, из немцев. Они собирались там несколько раз в неделю на один час, штунды, да, читали писание, молились. У Уэсли были домашние группы методистские по изучению Библии. Такие встречи по домам были всегда. Берут они начало с Дняния апостола, вторая глава, да, вы знаете, когда люди начали собираться по домам. И это движение таким образом через домашние группы начало развиваться. Затем у них возникла воскресная школа. Это не то, что сейчас воскресная школа, это не работа с детьми. А по воскресеньям они изучали священное писание. И в конечном итоге он пишет катахизис свой. В конечном итоге свод вероисповедания, скажем так, да. И в 1675 году пишет книгу, которая называется «Пиодезидерия». Я расскажу. Вы сначала напишите, попробуйте. 1675 год пишет книгу «Пиодезидерия». Пио, пио. 1675 год. Что труднее написать, название или год? «Пиодезидерия». Переводится как «Благочестивые желания». Пио-де-зи-де-ри-я. Пиодезидерия. Легко запомнить? Да. Пиодезидерия. Благочестивые желания. По сути, это программа реформ жизни христианина, которую он предлагает. Это практическая. Она касается практической жизни христианина. Касается практической жизни христианина. В своем вероучении Филипп Шпеннер исповедовал следующие вещи. Во-первых, он учил любить оппонентах, те, которые не соглашаются с тобой в доктринах. Он все равно говорил, любите их, благословляйте их. Также он говорил, что церкви нужно не образованное священство, а духовное. И он в этом тоже был прав, потому что тогда закончил учебное заведение, все, священник. И также он говорил, что цель проповеди – это духовное назидание, а не искусство риторики. Тогда, видно, проповедники были красноречивыми, но абсолютно не назидали церковь. Я уже говорил, что его осуждали за то, что он создает церковь внутри церкви. Но, тем не менее, вот так вот. Центр движения пиетизма – Гальский университет. Центр движения пиетизма – Гальский университет. Университет в Гале. Пиетисты делали упор на внешнее освещение также. Они были против париков, против платьев таких каких-то новомодных, против бантиков на платьев. Конечно, против алкоголя, курения 100%. Против спортивных шоу, против украшений нельзя было шутить, играть, смеяться, кататься на коньках нельзя было. У них негативный взгляд был на театр, на какие-то моменты в науке и так далее. У них был целый каталог грехов, которые они записали и считали это непристойным для христианина. Ну, были такие моменты, но тем не менее. Но зато они учили уже о рождении свыше и учили, что оно не дается во время крещения. Рождение свыше – это отдельный момент в твоей жизни. И также они учили, что освящение – это целый путь, это работа Бога внутри нас. И это тоже правильно. Верили, что человек может стать совершенным. И есть такое движение – совершенники, которые верят, что с того момента, когда они приняли Иисуса Христа, они больше не грешат. Вот, есть, да, и у нас есть пару человек в Кагуле, и на Украине, я знаю, есть. А так спрашивают, что вообще-то ничего, никогда. Он, ну, это уже ошибки, это уже не грех. Мы же стали как Адам до грехопадения, мы уже не грешим. Ну, ошибаемся там. Как ни назови, грех он грех. Хорошо, один из последователей Шпеннера – человек Август Герман Франк. Август Герман Франк. Август Герман Франк, тоже видный деятель пиетизма. Август Герман Франк. Когда он рождается свыше, познает Бога, а он был преподавателем в Лейпцигском университете. Он начинает читать лекции уже в окрасе пиетизма. Ему запрещают это делать и увольняют из университета. Тогда он едет в университет в Галле, который был центром пиетизма. Там становится священником и профессором университета в конечном итоге. В конце концов, университет в Галле становится самым большим университетом, если не в Европе, то в Германии. Все профессора пиетисты, все учителя верующие, студенты практически все верующие, можете представить. В университете в Галле отучился, знаете кто, ваш этот, Григорий Сковорода, да? Не ваша? Украинский я имею в виду. Не ваш? А что? Вроде ваш же, как бы, украинский. Я имею в виду, а? Кто это такой? Не знаете, кто это такой? Да вы что? Да, вот, сестра знает, слава богу. Как вы не знаете? А, некоторые не... А сколько не местных? Я не имею в виду, он же не одессит, я имею в виду украинец, украинец. А, не ваш, вы же из Казахстана, ясно. Я забыл. Ну, вот, но местные же должны знать. И он был тоже... На него оказали... Давайте я буду говорить, давайте я, давайте вернемся, я буду говорить. На него оказали влияние взгляды пиетистов, и кто знает, он ходил от села к селу и проповедовал Евангелие. Так, простонару, так, простым образом таким. И он известен как проповедник Евангелия также. Хорошо. Да? Да? Вы не знали? Да вы что? Ну, понятно. В школе и не говорили, что Менделеев говорил, что он от бога свою таблицу получил во сне. Но это... Но, тем не менее, он это заявлял. Вау, так я больше знаю. Ну, я немного знаю о нем, но я точно знаю, что он отходил от селения к селению, проповедовал Евангелие вот в такой простоте. И жил в жизни... По жизни он жил как пиетист. Образ жизни он вел как пиетист. Да. Ходили слухи по одессе, что у Григория страны не настоящие рейды. Не настоящие, да? Ну и это мы разбирать не будем. Хорошо, давайте вернемся. Давайте вернемся. Итак, возвращаемся в Галле. Только за годы работы Франка, самого Германа Франка, они подготовили 6 тысяч теологов-пиетистов. 6 тысяч теологов-пиетистов. Огромный упор они делали на социальную работу, работали с детьми улиц, по сути, брошенными детьми. Сам Франк покупал им пищу за свои деньги. Кормил этих детей. Потом они делали столовые для таких детей. Столовая перерастает в школу для таких детей. Школа поднимается на такой уровень, что потом знатные люди хотят отдать туда своих детей. Интересно, что во все времена религиозные школы пользовались успехом. Пресвитарианские, римокатолические, лютеранты, неважно какие. Но тем не менее и светские люди даже пытались отдавать туда своих детей. Почему? Ну, во-первых, хочешь не хочешь, там в туалете тебе марихуану не продадут. Да, плохому не научат в любом случае. И уровень образования все-таки был достаточно высоким. Интересно, что в Китае люди, исповедующие, из аристократии, но исповедующие конфуцианство, либо буддизм, отдавали своих детей в пресвитарианские школы, чтобы те учились. То есть, ну, такой вот интересный момент. Слава Богу. А? Наверное. Надеюсь я в конце концов. Хорошо. Что еще? Я уже говорил о приюте для детей бездомных, да? И во время жизни Франка 2200 детей жило в этом приюте. Это содержали. Это было постройкой веры и проект веры. То есть денег по сути не было, но молились, и как-то это приходило. Так что движение веры это не новые какие-то вещи. Слава Богу. Что можно еще сказать? В их время было напечатано полмиллиона Библии. Около полумиллиона Библии. Они делали благотворительные ежедневные обеды для бедных студентов. 18 тысяч книг было в библиотеке. Вы не все записываете, и так, вы на слух воспринимаете. Выслали 16 миссионеров. Оказали влияние на таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Гендель, Мендельсон. Слава Богу. Интересно. Ученые сегодня, как бы теологи называют, изучающие историю церкви, говорят, что пиетизм стал основой будущих пробуждений. Потому что была подготовлена не только теология, но и как бы мораль, образ жизни определенный. Слава Богу. Одним из видных деятелей пиетизма также в дальнейшем является, сейчас сначала о движении скажу, потом о том, кто возглавлял это движение. Движение марафских братьев. Слышали, не слышали? Может быть, слышали. Во главе этого движения, в конечном итоге, так оказалось, стал человек по имени Людвиг Николас фон Цинцендорф. Основателем был Николас Людвиг фон Цинцендорф. Николас Людвиг фон Цинцендорф. Николас Людвиг фон Цинцендорф. Он из знатной семьи был аристократической, воспитывала его бабушка. Бабушка была пиетисткой, жила где-то там у себя в поместье в горах. И он воспитывался в такой величественной атмосфере. Еще будучи ребенком, бабушка ему проповедовала, рассказывала о Господе, молилась за Нем. Он выходил вокруг горы, леса, красота. И он видел величие Божье тут же. И бабушка такое влияние на него производила, что он в детстве играл в церковь. Вот дети кто во что играет, кто в гангстеров, кто в полицейских, а он играл в церковь. Ставил игрушки, проповедовал им там и так далее. Затем он едет учиться в Виттенберг, город Мартина Лютера. Изучает глубоко там труды Лютера и принимает доктрину о спасении по вере. Это становится частью его жизни. После того, как он закончил обучение, он едет по Европе, благо денег достаточно, и совершает по основным городам поездку. То есть ему все интересно. И интересно, что он в различных местах знакомится и общается с различными верующими. Допустим, в Голландии он дружит с кальвинистами, когда в Париже он дружит с одним католическим кардиналом. И там, и там, и там везде он встречает искренне посвященных и верующих людей. И в дальнейшем это сказывается на том, что он достаточно терпим к другим конфессиям, скажем так. И он говорит, что рожденные свыше верующие искренне есть везде. Он верит, что спасенные есть везде. И это не мешает ему общаться как бы с верующими различных конфессий. Когда он возвращается, женится и в наследство получает поместье у родственника. А поместье находится на границе Чехии, Германии и Польши. Такой кусочек. И это поместье принадлежит ему. Интересно, что проникнувшись все-таки учением пиетизма и протестантскими доктринами, он начинает принимать у себя в поместье всех беглых, преследуемых пиетистов, протестантов и так далее. К нему собираются люди совершенно разношерстной компании. Основная группа людей это Моравские братья, это последователи Яна Гуса еще с тех времен. Они как бы изменялось, их вероисповедание, их община, но тем не менее они сохранились. Он принимает их у себя и в 1722 году, в 1722 году оформляет общину христианскую, которую называют Гернгуд. Гернгуд, общину христианскую Гернгуд, переводится Гернгуд, переводится как Господь зрит или Господня стража, что-то вроде такого. Господь зрит, Господня стража. И это такая межконфессиональная община, и вначале она была раздираема просто спорами, потому что, хотим мы или не хотим, наследие протестантизма это споры на доктринальной почве, не любили друг друга буквально. И, конечно, община раздиралась спорами, люди были недовольны. И он составляет такое общее исповедание веры однажды, представляет его на служении, вдохновенно проповедует, вдохновенно говорит. Это в том же 22 году было, 13 августа, как бы документ для порядка новой церкви. И потом в конце этого служения обличает людей, говорит о братской любви, и в конце проводит причастие. Интересно, что во время этого причастия сверхъестественно Дух Божий сходит на общину. Происходят такие интересные вещи. Люди плачут, каются, кто-то падает под силой Божьего Духа. Короче, в конечном итоге люди начинают каяться друг перед другом, извиняться, говорить, что братская любовь превыше всего. С этого момента сверхъестественным действительно образом Бог делает из них единую общину, которая потом на долгие годы исполняла волю Божию. С этого же момента начинается следующее. У них была часовня, в которой они проводили молитвы, и они начали молитву, как сказать, непрерывающуюся молитву. Как сегодня, знаете, есть такие, церковь делает цепочки по 15 минут, есть международные молитвы, когда разделяют время. Их движение, моравских братьев, начало непрерывающуюся молитву, которая длилась 100 лет. Представьте себе. И историки говорят так же, что это молитва за будущее, церковные историки, за будущее пробуждение. Слава Богу. Хорошо, что еще? Подобную общину он основывает в Германии, но она не так удачна. И интересно, что когда Николас был в Гале, он встречает там человека из Индии, обращенного, и получает в сердце миссию. И чем известны моравские братья, в то время как протестанты, которые имели статус государственных церквей, а следовательно, деньги, возможности, силы, больше 200 лет вообще не занимались миссией. Только Жан Каллин, по-моему, двух человек отправил в Рио-де-Жанейро, и на этом вся миссия закончилась. У моравских братьев каждый двенадцатый шел на миссию. Каждый двенадцатый. Это очень серьезно. Даже для сегодняшних церквей не все так идут. Хорошо. Их миссионеры едут в Индию, в Южную Африку, Гренландию к эскимосам, Вест-Индию, работают по всей Европе. Причем без особой какой-то поддержки. Известные два брата, которые поехали в Вест-Индию, это около континента Америки, острова, где использовался рабский труд на палантациях, и они приехали для того, чтобы обращать рабов, проповедовать рабам. Но закон того времени запрещал свободному белому человеку проводить богослужение или работать в духовном смысле среди темнокожих. У них был выбор, они молились, что делать, и они приняли интересное решение. Они продали самих себя в рабство, чтобы жить среди рабов, проповедовать им, и основали богослужение. Только к концу жизни они были освобождены, привезены в Гернгут, и сейчас там, в Гернгуте, есть их две могилы. Они похоронены там. Что же еще можно о них сказать? Много о них можно говорить. Они делали большой упор на социальную работу. Допустим, в Нью-Йорке до сих пор существует благотворительная кухня, благотворительная столовая, которая ими основана. Сегодня в Нью-Йорке нет ни одной общины марафских братьев, а эта столовая существует до сих пор, представьте себе. И, конечно же, они были примером, они были светом для многих. С них можно было брать пример. Их не любили, они раздражали людей, но они были посвященными людьми, они были миссионерами. И они были теми, кто оказали влияние на человека, который стал потом лидером методиста, на Джона Уэсли. Хорошо, и давайте поговорим о Джоне Уэсли. Поговорим о Джоне Уэсли. О пробуждении методистов поговорим. Во время жизни Джона Уэсли Англия находится в тяжелых условиях. В ней происходит такая промышленная революция. Она от аграрной страны переходит к промышленной стране. Строятся заводы, города растут. Жизнь рабочих очень тяжелая. Бедные кварталы, рабочие пьют, безнравственность абсолютная, высокий уровень преступности, нет прав, алкоголизм, маленькая зарплата. И в это время приходит пробуждение методистов Джона Уэсли. Интересно, что историки говорят, что пробуждение методистов в Англии остановило, не дало произойти назревающей революции, такой, как произошла во Франции. Вы знаете, да, что во Франции произошла очень кровавая революция, а в Англии назревала та же ситуация. Но благодаря пробуждению революция не случилась. Слава Богу. Джон Уэсли родился в 1703 году. Его отец был англиканским священником. Мать звали Сюзанна. Она родила 19 детей, но 8 из них умерло. Такие времена были, да, дети умирали. 8 из них умерло. А Уэсли был 11. У него, еще ему помогал в пробуждении, я как бы забегаю немножко вперед, его брат Чарльз. Джон и Чарльз Уэсли. Они считаются лидерами пробуждения. Мама была достаточно мудрой. И как охватить вот всех детей? Она воспитывала, любила. Но у нее было такое правило. В день она один час уделяла какому-то ребенку. Там, допустим, один час одному, один час другому. На следующий день тоже один час одному, один час другому. У Уэсли его день был четверг. И многие связывают это с тем, что потом вот эти вот домашние группы, группы по изучению писания, методистские, да, происходили именно по четвергам. Как бы вот такое семейное близкое общение. Он учредил их в четверг. Когда Джону было 10 лет, произошло интересное такое событие. Их дом загорел. Загорелся. И мама, спасая детей, знаете, как этот, 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 вывела всех на улицу. Давай пересчитывать. Одного нет. Кого нет? Джона Уэсли нет. И она увидела, они жили на втором этаже. Этажи высокие были. Она смотрит. Ребенок стоит на подоконнике. Вся комната охвачена пламенем уже. Что делать? Хорошо, что мужики сообразили. Один другому на плечи встали. И его выхватили из окна. В тот момент, когда балка обрушилась, окно обрушилось. И он вспоминает, он запомнил это на всю жизнь, он вспоминает этот случай. И сравнивает себя с головней, выхваченной из огня. И он говорит, меня Господь выхватил, как головню, схваченную из огня. И в этот момент, потом он вспоминает этот момент, и он настолько убеждается в своем призвании. Он говорит, Господь мне не дал погибнуть с одной целью, я призван. И он с этого момента не боится смерти. И говорит, ну не даст мне, если он меня сохранил, не даст он мне погибнуть, пока я не исполню своего призвания до конца. И этим объясняется его дерзновение такое потом в его служении. Интересно, что в 17 лет он с братом едут в Оксфорд. И они организуют там такой, знаете, священнический клуб среди учеников. То есть когда другая молодежь развлекалась, жила непонятным образом, он, его брат Джон и Чарльз Уэсли, а также еще один его друг или знакомый Уайтфилд, про которого мы также будем говорить, как про одного из лидеров Американского Великого Пробуждения, то что называется. Они организовывают священнический клуб. Это происходит в 1729 году. В 1729 году. Читают Писание, ведут такой святой образ жизни. Причем они еще не рождены свыше. Они еще Бога не знают. Это для них было больше как мораль, искание Бога, традиция. Вслед за отцом он становится англиканским священником. И в 1735 году едет миссионером в Вест-Индию и в Америку. Я буду заканчивать сейчас. Ну, мы не пройдем сегодня все, методистское пробуждение. Но я хочу дойти до одного определенного момента. Он едет туда. А тогда было принято, если едешь на миссию, проповедовать своим белым поселенцам только. Как бы коренные жители не особо им старались проповедовать, они никого не волновали особо. И он пытался проповедовать, но никакого успеха не достигает. Народ ужасный, переселенцы. Нравы страшные. Он сам там падает, у него происходит определенное падение. И он абсолютно разбитый и разочарованный. В его жизни нет силы от Бога служить людям. Он возвращается обратно. И когда он возвращается обратно на судне, где-то посредине пути в Англию, судно начинает штормить сильно. Происходит очень страшный шторм. Так что сама команда, она переживает, она боится. Все в испуге, все в шоке. Не боится только одна группа людей. Это марафские братья, которые возвращаются, там группа людей с миссией из Америки обратно в Англию. Даже дети их не боятся. Когда вокруг шторм и все в шоке, они спокойно поют псалмы, молятся, шторм успокаивается. Тогда Уэсли спрашивает, в чем вообще ваше упование, в чем ваша надежда. И он говорит ему о Христе, один из лидеров этой общины, и приглашает его на их встречи в Англии, в Лондоне. И где потом в дальнейшем на одной из встреч Уэсли родился свыше, а потом и пережил сошествие Духа Святого в свою жизнь. Я хочу вам показать сейчас два примера и закончу. Смотрите, Джон Уэсли, отец англиканский священник, дедушка англиканский священник, не будучи рожденным свыше, хочет служить Богу, едет в Америку, у него ничего не получается. Разочарование полнейшее в жизни, хоть в петлю лезь, но Бог на пути посылает ему людей, которые указывают ему путь, он обращается и становится лидером одного из самых известных пробуждений. В дальнейшем вообще-то методисты, знаете, они стали теми, из кого вышло движение освящения или святости, вышло пятидесятническое движение, и очень много движений христианских сегодняшних, оно вышло именно от методистов. Был другой человек с похожей историей, может вы слышали, Винсент Ван Гог, его отец, дедушка были англиканскими священниками, один в один, как у Уэсли. Будучи молодым человеком, он посвятил себя, стал священником и отправился, я вот честно не помню, либо в город, который был связан, вокруг были шахты и жили шахтеры, либо в портовый город какой-то, я не помню. В общем, народ был оторванный, все развлечения пить и жену бить, знаете, народ простой. Он пытался служить там, пытался быть пастором, скажем так, церкви, у него ничего не получилось, пережил разочарование, стал вызывающе одеваться, неправильно себя вести, в конечном итоге его попросили с пасторского поста. Он стал известным художником только после смерти. При жизни он влачил достаточно бедный образ жизни, был человеком истеричным, у него были эпилептические припадки. По всему, короче, одержимость, наверное. Сейчас трудно делать какой-то анализ, но походу так. И вы знаете случай, когда в одном из таких припадков он отрезал себе ухо и там как бы по истории проститутке какой-то подарил и так далее. Дописывал кровью картину. А, молодец, красава. Смотрите, два человека почти что до половины своей судьбы с одинаковой судьбой. Хотели служить Богу, не было сил, не были рождены свыше, попали в глубокий кризис, разочаровались. Но вы знаете, у нас всегда есть выбор. Мы всегда определяем, каким путем нам пойти. Я думаю, и тот мог бы состояться как священник. Амин. Уэсли выбрал продолжать искать Бога. Ван Гог решил закончить с этими поисками и жить совсем другой жизнью. В нашей жизни тоже бывают кризисы периодически, правда же? И, наверное, разочарования определенные. Но за нами выбор, как вести себя. И мы можем стать либо в какой-то своей части духовным лидером, либо разочароваться и непонятно закончить свою жизнь. И я призываю вас сделать правильный выбор. Амин. Хорошо. Завтра мы будем говорить о... Закончим в Уст-Лианское пробуждение и будем говорить о пробуждениях в 19-20 веке.